Несомненно, главным событием в общественной жизни Республики Башкортостан на минувшей неделе стал приговор группе членов команды Хабирова. Я говорю о том, что вице-премьер правительства Беляев получил по приговору судьи 6 лет тюрьмы, министр строительства Кучербаев также получил 6 лет тюрьмы, и их подельники Бекметов, Куров и Сафин от 3 до 5 лет лишения свободы. Суд установил, что все эти граждане намеренно и осознанно причинили существенный вред бюджету Республики Башкортостан и бюджету Российской Федерации. Приговор группе Беляева-Кучербаева является знаковым событием, еще и потому, что окончательно разрушает тезис Радия Хабирова о том, что какие бы ни были делишки и какие бы дела не числились за членами его команды, он обязательно их прикроет, обязательно отмажет от ответственности и обязательно обезопасит своих подчиненных от последствий того, что они творят. Он всегда придет им на помощь, он отмажет и избавит их от ответственности. Это принципиальное изменение ситуации. Чиновники от мала до велика теперь понимают, что трудиться на карман Радия Хабирова и его соратников не просто небезопасно, а на самом деле опасно. Опасно до состояния попадания в тюрьму. И первые признаки этого прозрения мы наблюдали уже на минувшей неделе. В деле руководителя хозяйственного управления администрации Хабирова господина Аглесламова прозвучала интересная деталь. Этот самый мужчина, который обвиняется в злоупотреблениях при приобретении тех самых злосчастных пиксельных елок, однозначно на суде дал понять, что он готов озвучить фамилии тех сотрудников администрации главы Республики Башкортостан, которые ему приказали, указали приобрести вот эти самые елки у дружественной компании из Калининграда Клерлайт Рус. Правда, господин Аглесламов, видимо, все еще надеется на содействие Радия Хабирова и еще не назвал эти фамилии, но уже пригрозил их назвать. То есть он напрямую обратился к Хабирову, чтобы тот что-то предпринял, либо, как говорится, он начнет колоться и сдавать подельников. Это очень симптоматичная вещь, и тут как бы есть опасение того, что на суде, когда Аглесламов поймет, что никто его прикрывать не собирается, как бы не прозвучала фамилия самого Хабирова в деле о пиксельных елках, но тут мы пока можем только предполагать. Напомню, что сейчас под следствием или под подозрением о злоупотреблениях с бюджетными средствами разных уровней или иными активами государства, речь идет о земле, зданиях, сооружениях, так вот, под этими подозрениями и следствиями находятся десятки членов команды Хабирова, так называемой команды Хабирова, и все они надеялись на заступничество дорогого Радия Фаритовича, который декларировал безостановочно то, что он своих не сдает, что он даже находящихся под следствиями под судом министров не увольняет, а ждет их счастливого возвращения в строй. Так вот, теперь все эти десятки подследственных и подозреваемых могут расслабиться и заняться своей судьбой самостоятельно, потому что Хабиров, очевидным образом, не собирается вызволять их из этих ситуаций. И ситуация с Беляевым и Кочурбаевым окончательно ставит крест на единстве этой самой команды и на круговой пороке, вот на том самом, в общем-то, бандитском принципе своих не сдаем, который декларировал без конца четыре последние года дорогой Радий Фаритович в открытом и не очень пространствах. Субтитры создавал DimaTorzok